Как мы узнаем погоду на улице? Раньше, наверное, вождь племени выходил из пещеры. Ой, тепло, так как хорошо! Сегодня тепло, идем на мамонта! В моем детстве, помню, у каждого за окном висел термометр. Можно было узнать холодно или тепло, просто заглянув за окно. От них дождь или солнышко видно без приборов. А по деревьям можно определить ветер. Потом стали смотреть погоду по местным каналам телевидения. Помню, бабушка просыпалась, включала телевизор. Что там сегодня, пойдем за пенсией или нет? Почти на всех каналах, особенно утром, на экране показывалась текущая температура. И прогноз на ближайшие часы. Ну, а теперь большинство о погоде за окном узнают из интернета на телефоне, даже не выглядывая в окно. Я же решил, что мне нужен более точный прибор для измерения температуры. И вот он. Прибор измеряет не только температуру, но и влажность в помещении и на улице. ITH20R. В комплекте гарантийный талон. Ненужная фигня. Инструкция на английском языке. На русском нет. Но я думаю, и так все будет понятно. Что тут? Минимальная и максимальная температура. Ясно. Не читаем. Отвертка. Я так предполагаю, для откручивания отсека с батарейками. И основной прибор. Термометр-гигрометр. С большим экраном. На котором отображается вся информация. Три кнопки есть. Отверстие для крепления на стене. И работает он от двух мизинчиковых батареек. Также в комплекте еще один датчик. Идет для измерения влажности и температуры. Можно на улице измерять или в другом помещении. Он не имеет экрана. А данные по беспроводному какому-то протоколу передает на основной датчик. А вот еще такой вот щуп есть для измерения температуры. Прибор с батарейками нельзя подвергать воздействию отрицательных температур. А такой щуп можно. Куда он вообще вставляется? А! Выносной датчик. В смысле во внешних. Трансмиттер. Буду называть его трансмиттер. А в основном термометре с экраном нет отверстия для такого датчика. Зато есть подставочка, чтобы на стол поставить. Ну а трансмиттер и щуп можно вынести на улицу. В трансмиттере отсек для батареек закручивающийся. Я бы предположил, что это сделано для влагозащищенности прибора. Но не вижу никаких прорезиненных частей или чего-то еще. Так что... Ну вот так сделали. Также работает от двух батареек ААА. Внешний датчик температуры можно использовать двумя способами. Во-первых, закопать его в землю или опустить в воду. Или запихать куда-то в щель, чтобы знать температуру среды, куда невозможно поместить основной прибор. И второе, это вывести его на улицу, где очень низкие отрицательные температуры. Ну, чтобы не заморозить батарейки в датчике температуры, можно только вот этот щуп вывести. Удобно, полезно. Батарейки. Решил купить нормальные, а не дешевые, с малой емкостью. Проверю на время работы, а то дешевые они быстро разрядятся, и непонятно будет, сколько ест этот приборчик. Две батарейки в термометр. О! Сразу все работает. И две батарейки в трансмиттер. Он будет снимать показания температуры и влажности у меня на балконе. И по беспроводной связи передавать на термометр. Круто! Вообще ничего не нужно делать, все автоматом соединилось. Могу предположить, что внешний датчик может располагаться в не очень благоприятных условиях, поэтому от всех батареек закручивается. Ну, например, на случай падения не откроется крышка и не разлетятся батарейки по кустам. Ну, вот такая небольшая защита. Или защита от детей. Прибор готов к испытаниям. Это на балкон, а это на мой рабочий стол. Сейчас середина октября. На улице и в квартире жара. Посмотрим, что будет позже. Не замерзнете? Не, не замерзнет. Мне даже жарко. Да ты что, на улице дубак. Ну, ладно, пока. Пока-пока. Конец ноября. На юге Китая немного похолодало. В 7 утра около 22 градусов Цельсия, а в квартире почти 25. Это на самом деле комфортная температура. И мы наконец-то перестали круглосуточно гонять кондиционеры, которые потребляют очень много электроэнергии. И не дешево, не дешево. 500 юланий, 5000 рублей только за электричество на кондиционеры. А интернет показывает, что в нашем районе 20 градусов. Влажность совсем не совпадает. И сегодня днем обещают до 26. Возможно, это информация несколько часовой давности. За полтора месяца на балконе трансмиттер немножко у меня покрылся пылью. Я его никуда не прибивал, просто кинул в угол. Он лежал, пылился. Прошло полтора месяца. Гигрометр отработал исправно. Никаких нареканий нет. Батарейки, что в основном устройстве, что в основном датчике не сели, вообще еще показывают полный заряд. Показывают, для чего нужны кнопки. Первая кнопка переключает датчики. Можно посмотреть информацию по каждому датчику. У меня всего лишь один внешний, поэтому она бесполезна. Но если у вас несколько трансмиттеров, то можно посмотреть информацию вот так вот переключая. Единицы измерения температуры. Цельсий и Фаренгейт. Кельвина нет. И максимальные значения. На улице максимум зафиксировано за полтора месяца. 49 градусов. В квартире 28. Чуть ниже 19 минимум на улице. И в квартире 23. Максимум 77% влажности на улице. И 21 минимум. А долгое удержание кнопки сбрасывает результаты измерений, накопленные. И все начинает заново. Обзор был бы неполным, если бы я не показал вам тесты. Ясное дело, я их уже без камеры давно провел. Но специально для вас повторяю. Внешний щуп показывает 28 градусов. Зажимаю в руке. И он достаточно быстро нагревается. Значение температуры через трансмиттер передается на экран. Видим 33 уже. Это наш холодильник. В трансмиттере есть батарейки, поэтому лучше его не замораживать. Поэтому только холодильник, не морозилка. Каждый раз индикатор, напоминающий Wi-Fi, сигнализирует о приходе данных. Трансмиттер остыл до 21 градуса. А его выносной датчик, воткнутый между сосисок, уже охладел до 5 градусов. Сам прибор пластиковый с батарейками, его температура изменяется не так быстро. Но через некоторое время температура трансмиттера и выносного датчика практически сравнялась. И влажность в холодильнике 47%. Не знаю, это нормально или нет для холодильника. Бедненький замерз в холодильнике. Аж батарейка стала показывать неполную емкость. Для сравнения воспользуемся пирометром. 2,6, 2,4, минимум 2,4 градуса. Примерно столько же и показал датчик. Посмотрим, что у нас в морозилке. Бекон, сыр в заморозке и минимальная температура минус 14. Я трансмиттер оставил снаружи холодильника, а в морозилку поместил только выносной датчик. Пока датчик остывает, сравним температуру в комнате. Термометр на столе показывает 25, а пирометр в такую же температуру, 25. И, наконец, внешний датчик замерз до минус 14, температура ниже уже не опускается. Точно такую же температуру в морозилке показал термометр. Считаем, что все совпало, измерения точные. Этот внешний датчик предназначен для измерения в неблагоприятных условиях, куда сам прибор невозможно установить. А еще намного быстрее реагирует на изменения температуры. Вот, уже оттаял. И сейчас температуру станет показывать выше нуля. Теперь можно сбросить показания прибора, чтобы продолжать следить за реальной температурой, а не за температурой в холодильнике. Кстати, забыл сказать, что при просмотре минимума и максимума можно посмотреть результаты не только за все время, но и за последние 24 часа. Для этого нужно выбрать отображение максимума или минимума и воспользоваться кнопкой переключения единиц измерения. Также можно посмотреть значения со всех трансмиттеров, если их больше одного. Трансмиттер. На сайте продавца вот эта вот коробочка, измеряющая температуру и влажность воздуха, а также получающая данные вот с этого вот выносного измерителя температуры, называется трансмиттер. Как назвать это на русском языке я не определился, поэтому так и называю трансмиттер, выносной внешний датчик температуры и влажности. А это термометр, гигрометр, основная часть, отображает информацию и также измеряет температуру и влажность в помещении. Вот этот вот набор, который измеряет 3 температуры и 2 влажности, стоит 20 долларов, без учета всяких скидок. Это хорошее решение для моих родителей. У них есть в деревне киплица, где они выращивают помидоры, и нужно знать температуру почвы и температуру и влажность в самой теплице. Вот это они закидывают в теплицу, это куда-нибудь ставят на окно у себя в квартире, смотрят, о, нормально, ой, жарко, надо срочно открыть теплицу, ой, холодно, надо костер развести. Мама, папа, вот это я считаю вам хорошо. Но есть еще более крутая версия с 3-мя трансмиттерами. Стоит 30 долларов, то есть всего лишь на 10 долларов больше. И вы сможете измерять температуру в помещении, температуру в теплице, температуру в бане и температуру и влажность где-нибудь, я не знаю, в гараже, не замерзла ли машина. Но во время скидок этот прибор стоит на несколько долларов дешевле. Я так подразумеваю на несколько долларов всего лишь. То есть небольшой процент скидка, потому что и так его продают без завышенных цен. Ссылка, как всегда, есть в описании. Я бы отослал это родителям, но мне, во-первых, он самому нужен, а во-вторых, если я его буду отправлять, стоимость пересылки от меня в Россию будет дороже, чем если они купят просто на Алиэкспресс. Потому что у продавцов есть договоренности со службами доставки, и они легко это отправляют. А обычному человеку отправить даже вот такой вот приборчик недешево из Китая. Поэтому мам, папа, ссылка в описании. Мне нравится. Ну, а если вы купите, например, с тремя трансмиттерами, я приеду и узнаю, как это все работает, и зрителям тоже покажу. Всем хорошей погоды! И за окном, и в квартире. Плохой погоды не бывает. Все зависит от нашего настроения. Всем пока! И пойду погуляю!